Ребят, привет! С вами Игнат, я с Илюхой. Начинается у нас второй ролик нашего похода из Семиза. Концевели, зимний поход. Пока что еще 18-го, сезон 18-19-го года зима. Первый ролик, если не смотрели, смотрите, он или в конце всплывет. Да, он в конце всплывет, первый ролик, если кто не видел. Посмотрите, тоже очень интересно. Погода нам сегодня досталась специфическая. Прямо у нас есть все. У нас и снег, и дождь, и солнце, и ветер. Все вместе у нас сегодня. И нас и сносило с ног, и меня чуть не сдуло в море с волнореза. В общем, сейчас вроде так распогодилось, но мы не загадываем. Погода сегодня, правда, такая специфическая. Ребята, вот он, этот штормовой бассейн. Видите, вот оттуда мы идем. Волновой, нет, штормовой, по-моему. Вот, как видно его отсюда. Видите, территория. Территория, это правда, золотая, да, и все стоит. Все стоит Советского Союза. Он же говорит, и в Союзе-то особо не нужен был этот бассейн. А сейчас тем более. Ну и представляете, вот бурьяном все поросшее и все. Ну не бурьяном, конечно, летом-то, когда все распускается, здесь очень красиво получается. Тут, ребята, вон какой, видите, забор у этого парка. Здесь вот прям конкретно. Черепица, конечно, уже вся исчезает, но все равно она вот есть. Прям конкретно делали. Из камней. Потом делали бордюр такой. Бордюр, видите, тоже какой конкретный. И еще крышу делали такую, чтобы с камнями ничего не случалось. А еще, смотрите, я штукатурен на все раньше было. Представляете, какой конкретный забор. И еще черепица вот так все защищала. Трест-забор, наверное, тоже, блин, очень давно делался. Тут у вас в Крыму, в принципе, оно все хорошо хранится. Машины сухие. А что вот тут такое? Дом, да, или отель какой-то? А? Дайте свет. Какой опознавательный ствол тут новый поставили. О, вот тебе, пожалуйста, вот опять погода поменялась. Снова ветрюганище. А все, видите, столбы? Из ракушечника раньше тоже все делали. Ну вот столбы из ракушечника, а вот здесь вот эти вот штуки из камня, блин. Чуть не долбанулся, а в палку запнулся. А это каменная тоже, тоже старая вилла, да, похоже? Да. Ее ли там вообще не видно, вот эту виллу? Ну, оно все огорожено, это, наверное, правда, что-то честное, да? Да, да. Че, думаешь, можно оттуда зайти? Пойдем посмотрим? А двери-то все закрыты, и тут закрыты, и тут. А? Да, можно было. Открыты были? Не, не знаю. Ладно, если что, на обратном пути. Вот, смотри, Илья сейчас ищет в интернете, чья это дача. Нет опознавательных знаков, ребят, может, вы знаете. Вот тут штормовой бассейн, и напротив, тоже старая. Вот это, кстати, тоже старая, да, старая вилла, дача, как это все называется. Вон, видно, что балясинками все так отделано, как раньше было. Ну, и, конечно, пристройки. Если кто-то знает вот тут, что задача чья, пишите в комментариях. Очень интересно, почему-то информацию мы не найдем. Тут же огромная вот эта вот, огромнейшая прям. Зимой еще что-то хорошо гулять, потому что все открывается, и все видно. А это, наверное, это, тоже к метеостанции относится? К штормовому, да, наверное. Они, наверное, здесь работники живут. Ребят, подходим уже к пятачку, к этому, к автовокзальному. К магазам. Розмарин. Красота. Цветочки. Такая труба, это, наверное, у них этот, печка, шашлыки жарить. Ага, ты прикинь, я летом не видел вот этого огромного здания. Это здание автовокзала, наверное, да? Дом быта, автовокзал? Ага. Ну, там магазин роженый. Закрытый, я вон смотрю, да? Да. Прикинь, я там как все заросшее, я даже не видел этого огромного здания. Офигеть. Что, нам к чаю надо что-то взять? Смотрите, ребята, какое огромное-огромное дерево. Ветки прям, вот видите, дорога какая шириной. И ветки, прям ширина дороги. Мы, ребята, уже подошли к этому пятачку, чтобы уже спуститься. Сейчас пойдем на спуск туда, на тот пляж. Только что было солнце, уже опять все поменялось. Я думал, я тут полетаю в этом году. Покажу вам сквадрика тоже опять эту красивую. Ну, я вставлю ссылку на тот прошлогодний ролик. Мяу! На прошлогодний ролик вставлю. Там очень прикольный ролик получился. Прям хорошо видно, как я поднялся. И после того ролика мне эта девочка из Севастополя писала, что храник начал гонять всех. Говорит, откуда у вас столько тут взялось в этом году? Не было, говорит, даже летом столько. А зимой, говорит, не успеваю выгонять. А я даже говорю, я тогда даже и не мог подумать, что этот санаторий недостроенный охраняется. А он, оказывается, охраняется. Вот сюда. О, все, видно, как они огородили тут все. Видите? Мы летом, когда спускали, сетку делали. А еще поверх сетки и прям профлистом железным зафигачили. Ну, прям крепость сделали неприступным. Ага. Помните же, ребята, я летом спускался пару раз. Его вообще одно время не было. А потом они уже начали его делать. Ага, на каждом углу вон камеры. Вон камера, вон камера, вон камера. А чего тут закрыто? А, вон открытая калитка, да? Машинам, наверное, нельзя просто проезжать. Котик! Здравствуйте. Котик! Сидит, охраняет тоже. Котик! А, тут, наверное, забор, потому что тут еще не достроили. Тут еще не достроили. Аллея, ребята, это аллея, аллея кипарисовая, тоже спуск к морю. Вот здесь же где-то в тарелке. А, вот она, точно. Все, ребята, мы у тарелки. Мы у тарелки. Пойдем вот так снизу вообще обойдем. А мы, кстати, ее тогда сверху и не снимали, эта тарелка. А что не открыли? Да, я тоже помню, что закрыто было. Ёпа-мать, какая она сверху большая, кажется, тоже. Они, наверное, даже и не знают, что делать с ней, да? А правда, что с ней делать? Ничего с ней не сделаешь. Говорят, раньше катались на горках, вот как на горке здесь садились. Ну, страшно, там, говорят, детям сетку натягивали. Ну, это такое экстремальное катание, да? А вот тут еще где-то должны же быть эти солнечные. Ну, я не знаю, не знаю. Пойдем посмотрим, может, найдем сейчас. Я пока... А, ну, прям буквально вот здесь. Мы тогда... Просто я даже и не знал про этих солнечных зайчиков, а я потом уже посмотрел после. Мы все равно ничего не нарушаем, потому что у них вон свои заборы, вон там они отгораживаются прям. Вот они, их заборы. А, ну все, дальше уже нельзя. А эта тарелка, похоже, ничья. А вот я так подозреваю, что вот это все вот за этой калиткой. Где, где вон те солнечные зайчики? Где, там? Слушай, ну а тут? Там уже даже какой-то сидит охранник. Вот где вот этот санаторий. Стеклянные, что ли, прибамбасы тоже у них на территории? Нет, мне кажется, они не там. Это же должно быть консерватория. Слушай, а может оно вообще туда дальше? Ну да, видишь, что это вот на территории? А, ну вон туда, да, дальше? Да, оно вон туда, где-то. А, понял. Значит, ребята, да, значит, я неправильно понял. Я думал, что это возле тарелки. Оно не возле тарелки. Оно там дальше. Ну ладно, как говорится, будем искать. Будем искать. Нам бы такие поменьше тарелочки нет. Да, ну ладно, будем искать. Большенькую пока посмотрим. Я что-то придумал. Что, ребята, прошли мы к месту нашего чаепития. Тут у нас будет не уикенд, как это по-модному называется? Это я пикник, да, забываю. Ну, пойдем, мы пойдем. С этой стороны тоже вам показать эту тарелочку. Блюдце, это маленькое блюдце. Тут сильно круто обойдем сейчас. Почему-то правда открыли эту территорию. Тут мы летом, когда с Сашей гуляли, мы прям оттуда заходили. Сейчас все открыли. Наверное, это уже никому не принадлежит. Потому что реально там в санатории, прямо вон там отгорожен тот, который отгораживается от всех. У него там свой забор дальше. А это, наверное, домик. Просто все показания вот с этой тарелки. Вот здесь в домике, наверное, собирались. Да, и летом приезжают. Красота. Так, мы пойдем вон туда, наверное. Илья, я вот здесь пойду. Как круто. Круто в смысле, что... Ну да, и круто, и круто. Ребята, у меня съемка идет на две камеры. Идет на эту. Чтобы в ролик основной. Идет на эту. Вот на эту. Чтобы запись была во влог. Может, ты сюда вставил. Короче, у меня такая идея. Смотрите, что я сейчас буду делать. Делаем угол чуть пониже. И... Дай бог не долбануться. Нифига, как круто. Так, еще один забег. Сейчас добегу до Найка. Цель Найк. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Ё-по-мать, какой закат. Я добежал до Найка. Я молодец. Видов тарелки. Ну и теперь спокойной съемки, без пробежки. Конечно. С непривычки. Да после пироженок. Чуть-чуть это сложновато уже делать. Вот я практически до Найка дошел. Вот Найк. А вон уже вверх. Блин, ребята, ну тут круто. Круто, что вот так вот круто. Вот видите, Найк надпись. Вот отсюда на самом деле уже в принципе и убиться можно. Я это сделал. Я так давно хотел пробежать тут салфи-палкой. А летом не получилось. Но зато зимой получилось. Ребят, ну что я вам скажу. Мы посидели, попили чай. Вот мы спустились. А здесь прям такие, такое волнение. Короче, как всегда, в гущу событий лезем мы с Ильей. Сейчас такая волна была. Она так окатила. Прямо уже до сюда. О! А то вот до сюда прям летела. Просто офигеть. Илья, ты так спрыгнул, блин, как это. О, да, смотрите, как пробивается там. Круто. Сейчас, наверное, гальки тут вообще нету. Наверное, она вся в море. Что, рискнул быстренько подойти? Лучи какие. А что-то эти патрульных катеров сейчас не... Аааа, я по самой грязище прошелся. Мазафак. Что-то это, патрульного катера того не видно, который постоянно там в море стоял зимой. Штормит, что ли? А, не летом только дача охраняет, наверное, да? Ну вот, ребят, мы тут. Мы на Коцевелевском пляже зимой. Края, конечно, надо не подходить. Но мы с Ильей сейчас пройдем прям до конца. Надо, наверное, мне прям по воде пройти, чтобы кроссовки помыть. Ну иди вот тут. Тебе прям вот так можно пройти. А я по воде прям прошел, мне уже придется прям в воду лезть. Слушайте, а тут... Блин, не дай бог, по ветрам и туда. Надо подальше держаться. Ну, лучи там, конечно, пробиваются красиво. Красота. Вот так вот вы, играючи и попив чаечка, добрались до пляжа Коцевели. А вообще-то я одену капюшон тоже, наверное. Ой, у меня же микрофон, мне нельзя застегиваться. Не до строй, ребят. Скоро тут будет Лас-Вегас. И, наверное, уже не погуляем мы тут. А, Лас-Вегас же не здесь будет. Лас-Вегас же будет где аквапарк, да? Точно. Так что не до... А, а здесь ничего не будет, да? Ну, галька на месте. Я думал, тут гальки вообще не будет. Здесь что-то волны тормозят, тормозит, что они сюда не доплывают, да? Да. И вот здесь явно эту гальку недавно высыпали, подгружали. Или же вынесло ее. Непонятно. Ой, как высоко тут. Ну, ничего, сейчас залезем. У-у-у-у! И при таких волнах... Волнах же, правильно, да, по-моему? Не волнах, да, волнах. Я думаю, что... Вот сейчас у меня нос полузаложенный. А это же все воздух с крымскими травами, да совсем перемешанным. Сухие травы все равно, ребят, запах сухих трав есть. Не постоянно, но местами. И вот мы сейчас идем, наверное, и у нас прям организм омолаживается, оздоравливается. И, ребят, даже то, что ветер вообще не мешает. Идешь. Вообще такой расслабон, особенно после чая Илюхиного. Круто. Просто идешь на расслабоне и все. Все здорово. Мы слили тут вдвоем, представляете, такое побережье. И мы здесь вдвоем. Вообще никого нету. Тут... Тут, наверное, Илюха в радиусе километра никого от нас сейчас нету, да? Мы вдвоем на все побережье. Прикиньте, офигеть. Эти кусты тоже странные такие. Их так много тут. Они, наверное, тоже скалы как-то держат. Колючки. Девочкам в школе вам надо было на 8 марта такие букеты дарить. Из колючек. Вот тоже что-то... Что здесь хотели интересно построить? Даже такого палки. А, лавочки точно. И цветочки там, наверное. За голова Илья. Илья у нас за голова. На этот камень, наверное, хорошо ли там залазить и нырять. Волны вон какие. Офигеть, как они там вьются. Блин, ребята, такое ветрище. Вы не представляете. Прям. Если бы не микрофон, я надеюсь, что меня слышно. Если бы не микрофон, вообще был бы один шум ветра. Прям ветер сильный-сильный-сильный. Ого, какие волны. Стихия прям. Да, там при желании сверху-то можно вон пролезть. А? А я показывал летом. Фонарем туда светил. Как-то не видел. А, ну да, новым. Ну там лифт должен был приезжать как-то. Ого, сейчас какое-нибудь привидение заберет камеру. Должен был приезжать лифт. И оттуда люди, ленивые, задницы, которые не хотят гулять летом в Крыму, должны были спускаться на лифте. Так, есть санаторий Днепр, по-моему. Гаспри, да, называется? Вот я в санаторий Днепр. У меня, кстати, тоже есть ролик из санатория Днепр. Днепр там офигенно, шикарный санаторий. Я тоже был тогда ленивая задница. Я тоже тогда спустился там на лифте. Ну я не из-за лени спустился, а из-за интереса. Как это в гору уезжай, да потом по пещере идешь. Я все это на себе почувствовал. А-а-а! Ё-моё! Прям соленая вода, да, в губы? А-а-а! Ну мы не сдаемся, мы идем до конца. Смотрите, прям волны, видите, сюда? И нас прям сейчас ошарашило, окатило волнами солеными. Немножко мы, ребята, проапгрейдили здесь камеру сзади. Потому что порты заливает вода. Соленая вода, соленая вода с камерами вообще не дружит. Йапонский городовой! Какой метрище! Посмотрите, какие волны! А-а-а! Прям стихия, офигеть! Это надо видеть! А мы уже практически дошли до конца. Ну нет, он, ребята, этот пляж длинный. Кто смотрел, но новые мои зрители, может, не смотрели, а летние ролики смотрели. Я там летом, когда ходил в ту сторону, начинал оттуда видео. Там такой камень огромный. И еще мы тоже с товарищем, с подписчиком. Но вечером здесь гуляли до этого камня. А те, кто старые зрители, то, конечно, видели уже эти все мои прогулки. Ну, море, конечно, вообще оттас. Супер крутое. А тут стена такая огромная, вообще как вздец. Новые рисунки. Новые рисунки, ты помнишь даже их? Я, ребята, иду в перчатках. И у меня даже в перчатках пальцы уже замерзли. Такой сильный холодный ветер. Ну, блин, когда нет ветра, на улице тепло. Но какой-то нереально холодный ветер сегодня. Вон там будет большой камень. Мы до камня дойдем и больше уже не пойдем. Но там уже пляж и закончится. А мы, кстати, там и подняться можем. И по верху пойти. Мы реально... Как это называется, где мы поднимемся? Это же уже не коцевели. Это уже... И там еще санаторий, вон тот следом. Ё-моё, какие там волны. Вы бы видели. Понизовка, да, понизовка. Вот мы поднимемся в понизовке и пойдем там по верху. Офигеть, какие! Прям бьются камни. Огромный камень, ребята. Кого? Над нами кружится, да, и все? И вот там-то солнышко. Вон солнышко, вон солнышко. А кто-то тупо над нами? Ага. Ну все, вот. Заканчивается бетонная часть. Ну там же еще дофига этой каменной части. Мы сейчас до этого... До царь-камня дойдем. Для купания пляж закрыт, написано. Ну кто бы это слушал, да? Да уже вон палатка до сих пор стоит. Там палаток все нет. Можно подняться, посмотрим. Так там люди, наверное. Мы поднялись, ребят, на стенку. Илья сейчас покажет, где это... Где палаточный городок. Ну он, в принципе, здесь везде. Посмотрите, какие свиньи. Вон что. Палаточный городок, конечно, хорошо. О, колодец. Ну да, если туда долбануться, а в камень можно разбиться и все. А это зато туалет тут, да, у них? У палаточников. Да, тут палаточник. Есть? Там кто-то есть. Есть, да? Можешь покажем. Ну, я показываю. Вот, ребят, видите палатка? И даже в такой ветер тут люди какие-то живут. Илья говорит, что тут два уровня. Первый уровень вот этот самый шикарный, да? Нет, у него шикарный. А, он там? Да. А вот это уже не шикарно. Короче, видите, тут даже у палаточников своя градация, где шикарное место, где не шикарное. А здесь реально. Вот. Если тут упасть, да тем более сейчас, это все. Западня. Никак ты не вылезешь. Заорись, и никто тебя тут не услышит. Так что, ребята, я, ребята, спрыгнул отчуда. Я говорю, я с тобой тут скорым паркуром научусь, блин, заниматься, прыгать по стенам буду. Вон царь камень. Все, ребята. Дальше доходим мы до царь камня. Да, то смотрите, как сделали. Вот так волны бьются и уходят. Блин, как все продумывали. Офигеть, как все продумывали. И все это чуть-чуть не хватило им доделать. Ну, ешкин кот. Мы сейчас там фиг залезем, что ли? Там обдаст нас, наверное. Пойдем назад. Смотри, как хорошо. Ну, давай быстро. Бегом! Бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Я успел. Ё-о-о! Ребята, я прям не могу стоять. Какой ветер. Прям невозможно дышать. Офигеть. Вот это мы завернули. Это называется поворот не туда. О-о-о! Или я еще не поймал приход. Я всем в комментариях, всем в комментариях, в роликах, всем расписывал, что зима в Крыму солнечная, мягкая, плюс 15 градусов. Гуляй не хочу. И вон, как меня в этом году какая зима встретила. Офигеть. Я, кстати, думал, что вот этот цирь камень. И уже пляж закончился, а он еще продолжается. Так, а цирь камень и ветер угомонился вроде. Вот они, эти трибунки. Да, вон он цирь камень. Тут вот об эти штучки волны разбивались раньше. Все, ребят, мы дошли до Понизовки. Вот он цирь камень. Все, сделал, я исполнил свою мечту. Весь этот пляжка Цивелевский. Пройти зимой. Первый раз я его прошел летом этим. И сейчас прогулку мы завершаем здесь. Прям весь. Прям вся прогулка, вы видели. Мы начали в Семиизе. Закончили здесь. Между Понизовкой, Упонизовки. Заканчивая дорогу. И заканчиваем мы Упонизовки. Пройдя весь Казавелевский пляж. Ё-моё, посмотрите, меня прям не могу руку держать, как бултыкает камеру. На цирь камень, наверное, мы не полезем, потому что он несет в море. Но я цирь камень этот обожаю. Чуть-чуть, наверное, можно залезть вот сюда. Ребят, ну все, как я и сказал уже. Исполнилась моя мечта. Прогулялись мы с Олюхой. Прям от Семииза по зимнему Коцевелевскому пляжу. Всему не дострою. Да, все прошли. Прям все. Не в середине свернули, как я летом свернул Саше, когда гулял. А весь дошли. Прям до Понизовки, Понизовки дошли. На этом хотим мы с вами сегодня попрощаться. Спасибо, что посмотрели ролик. Лайкайте, ребят, видео. Лайкайте, пожалуйста. Важно на Ютубе ваши лайки. Подписывайтесь на канал, если вы смотрите без подписки на мой канал, на канал Красного. Там будет ссылка в описании. Ну, с вами сегодня прощаемся. С вами был Игнат, Илья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok